Роскошь и бесстыдство эпоха Рококо. Идеальная дамская фигурка напоминает фарфоровую статуэтку, изяществом и кукольностью. Театральность и неестественность достигают своего расцвета. Богатство и шик дамских туалетов тех времен можно наблюдать на куклах в детской картинной галерее. В эпоху Рококо женщина стала объектным искусством. Над ее образом трудилась целая армия портных, декораторов и парикмахеров. Особое внимание уделялось прическе. Например, на сооружение вот такой уходили дни, недели и даже месяцы. На сооружение кукольных причесок ушло тоже немало времени. Все как у настоящих модниц. И химическая завивка, и выпрямление волос утюжком. Очень трудные прически гладкие. Это очень трудные прически, где волос к волосу объема нет. Вот такие прически. Самые легкие, но самые эффектные. Каждый раз надо думать, как это надо сделать, чтобы эффект получился. Именно такой. Не понравится. Все вот так вот отодрал от кукольной головы. Некоторым плохо бывает. Я уже привыкла. Что делать? На выставке представлены костюмы четырех эпох. Рококо, модерн, бидермеер и костюмы русской знати. Историческая точность в мельчайших деталях. От покроя платьев до чулок и туфель. Это все очень правдиво у нас. У нас костюм настоящая иллюстрация времени, эпохи. Я считаю, что кукол даже надо оставлять просто радость своей эстетической стороной. То есть красота – это закон прямого действия. Более сорока неповторимых кукол. В них не только труд художника, но и частичка каждого сотрудника картинной галереи. Именно они позировали для мастера. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, ГИС События.